Здравствуйте дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. Сегодня мы совершим путешествие в горный парк Рускеала в Карелии на настоящем паровозе. Точнее мы расскажем вам о том, каким образом отправиться в такое путешествие и что можно увидеть своими глазами. Только приготовьтесь, это путешествие у вас займет целый день с самого раннего утра и до заката. Но наше видео конечно будет покороче, но скушать вкусный и самое главное правильный бутерброд с чайком вы вполне успеете. Поехали! Надо сказать, что РЖД в последнее время активно развивает железнодорожный туризм и в частности поездки на самых настоящих ретро-провозах. Направления совершенно различные от небольших прогулок на паровозе из Москвы и Петербурга до больших путешествий, как например по Кругобайкальской железной дороге. А с 1 июня 2019 года открылся новый регулярный паровозный рейс между Сартовалой и новой станцией Горный парк Рускеала. Но путешествие начинается с Финляндского вокзала Петербурга рано утром в 6.15. С вокзала до станции Сартовала стартует комфортабельный электропоезд Ласточка. Тут все продумано и синхронизировано. Вы точно не опоздаете на Рускайский экспресс, а именно так называется ретро-экспресс до Горного парка. В общем без вас поезд не уйдет, но если вы конечно не улечетесь станции Сартовала и не опоздаете на посадку по своей собственной рассеянности. Но пока пройдем в утреннюю Ласточку. Цены на билеты разные, зависит от класса вагона. У нас были места попроще, не было, например, электрических розеток под сиденьями, но сиденье мягкие, есть столик, а что еще нужно для счастья? Правда вот столик отклонялся чуть ниже, чем соседний, а значит горячий чай для правильного бутерброда ставить уже немного опасненько. Еще заметили, что подлокотники расположены низковато, что кажется неудобным, хотя может быть тут все индивидуально. Можно также добавить, что багажные полки с одной стороны вагона отсутствуют и в итоге 5-6 пассажиров едет с багажом в ногах. Во время движения поезда на информационном табло показывают температуру и скорость. Мы максимально разгонялись до 160 км в час. На дисплеях, телевизорах идет справочная информация, какие фильмы можно посмотреть, какие места посетить и как подключить мобильное приложение. В пути вежливые сотрудники предложат вам питание и горячие напитки, чай и кофе. Если вы начали движение спиной по ходу, а ведь некоторые пассажиры очень не переносят такого положения, то не переживайте. Из Выборга, а до него всего лишь час езды, вы уже поедете лицом по ходу движения поезда. Останавливаемся на станции Канногорск и наблюдаем, как к ласточке прицепляется красавец-тепловоз. Этот процесс всегда вызывает большой интерес у многих пассажиров и его фото и видеосъемка ведется одновременно с нескольких камер. Дальше пути не электрифицированы и поэтому до сортовала тянуть нас будет именно эта машина. Но самое интересное, конечно же, ждет нас впереди. В сортовале нас уже ожидает ретро состав во главе с паровозом Серго Орджоникидзе. Рускальский экспресс, скорый фирменный ретро поезд номер 921-922 и номер 923-924 на сегодняшний день единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге. Последний ежедневный пассажирский поезд на паровозной тяге в России курсировал в начале 80-х годов 20-го столетия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Быстрый фотосет на фоне синих вагонов и садимся в поезд. Звон колокола и паровоз трогается в путь. Состав поезда состоит из нескольких купейных вагонов с 91 местом для сидения, а также вагон ресторана. Вагоны очень красиво и богато украшены. По информации РЖД, интерьер стилизован под внешний вид вагонов конца 19-го, начала 20-го века. Кстати, оформление ГДРовских Амендорфов осуществлялось на Воронежском вагоноремонтном заводе. Столик непростой, на столе изображена карта Финляндских железных дорог, стоит светильник и букет из ягод. Правда, если честно, для нас до сих пор остается загадкой, как связана ту революционная карта Финляндской железной дороги и светильник, надо сказать, безумно красивый, но с гербом Советского Союза. Но да ладно, может быть кто-то из наших зрителей сможет ответить на эту загадку. А в очаровательном зелененьком купе размещается 6 пассажиров. В вагоне имеются два биотуалета, рядом с проводником стандартный и в другом конце вагона большой для маломобильных граждан. Стоимость билета на Русский Альский Экспресс составляет 420 рублей. Кроме того, действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета по тарифу детский для детей до 10 лет цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года на 30%, ну а для пассажиров старше 60 лет также на 30%. Соответственно, мы не попадаем ни в эту категорию, ни в эту и покупаем билет по полной стоимости. При оформлении билетов по тарифу туда-обратно стоимость обратного билета снижается опять же на 20%. Приобрести билеты на Русский Альский Экспресс можно за 90 суток до отправления во всех кассах дальнего следования или на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения. Только о билетах нужно позаботиться именно заранее. Этот тур пользуется отличным спросом и билеты, например, за недельку до поездки приобрести, ну просто не представляется возможным. Ну если только вам повезет, конечно. Нам билеты обошлись, учитывая Ласточку, туда 732 рубля и в обратный конец 665 рублей. Соответственно, актуальную стоимость и прочую информацию смотрите на сайте РЖД. Пока складывали в уме затраты на поездку и любовались красотами Карелии, вновь захотелось вкусного бутерброда и мы направились в вагон-ресторан. Но оказалось, что места за столиками продаются так же, как и билеты в купейные вагоны. Поэтому для легкого перекуса будьте добры пожаловать за отдельный столик, расположенный вдоль вагона. Но если вы расстроились, можете пройти в головной вагон, где через окошко можно понаблюдать за паровозом или пройти в последний вагон и смотреть след убегающим рельсам. Это неповторимое ощущение путешествовать на паровозе. А паровоз самый что ни на есть настоящий и топится самым настоящим углем. Вы наверняка знаете, что на ютюбе есть несколько каналов, которые ведут машинисты, показывают свой рабочий процесс и рассказывают о своей работе. И вот мне пришла в голову мысль, что машинисту паровоза или его помощнику заниматься блогерством наверняка некогда. Поезд находится в пути 1 час и прибывает в горный парк Рускеала в 11.40. Кстати, в обратную сторону он отправляется в 17.30. Получается, что на прогулку и смотр окрестностей у вас будет почти 6 часов. Пока на станции сражена временная платформа, деревянная. В дальнейшем планируется продлить линию на 1 км до мраморного железнодорожного вокзала, сохранившегося с начала прошлого века. Что же такое горный парк Рускеала? Это невероятно красивое место, основой которого является бывший мраморный карьер, заполненный грунтовыми водами. Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных выработок, штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая часть выработок после Великой Отечественной войны оказались затоплены. Изначально мрамор из этих мест применялся для облицовки зданий Петербурга, например, Исаакиевского собора. Им выложены полы Казанского собора и фасад Михайловского замка, а также окна мраморного дворца. В отделке станций Петербургского метрополитена Приморская и Ладожская также применялся мрамор из сортовальских каменоломен. В парке каждый найдет чем себя развлечь. Разнообразные экскурсии, прыжки с Тарзанки, пролет над каньоном, катание на лодке, либо просто самостоятельные прогулки по парку. Только вот насчет экскурсий нужно позаботиться сразу. Если будете сначала любоваться окрестностями, как мы, то билеты вам могут не достаться. Поэтому сначала бегом к кассе, к старой автостоянке, а потом уже гулять. Иначе рискуете получить свободные билеты только на 17.00, когда уже немного поздно. Впрочем, есть что посмотреть и где погулять, и без экскурсий. Любители техноэкзотики могут насладиться остатками мраморно-известкового завода, точнее зданием завода управления и печей для обжига извести, ну или того, что от них осталось. Самое интересное, что производство на заводе действовало до начала 90-х годов, а в 98-м году главный карьер принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия. Наверное, и хорошо, что производство здесь прекратилось и появилась такая достопримечательность. И это место постоянно развивается и пользуется невероятным спросом у туристов. Невероятно красивая природа и очень интересное место, которое очень бы хотелось вам порекомендовать к посещению, ну и, конечно, рекомендуем хоть раз прокатиться на ретро-поезде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обратно слегка промокший, но довольный, мы отправляемся уже другим паровозом И в 22.43 мы в Санкт-Петербурге. Получилась отличная ретро-прогулка по красивым местам за один день. Спасибо дорогим зрителям за просмотр, а машинисту ретро-поезда и его помощнику огромное спасибо за возможность побывать в будке машиниста и увидеть своими глазами часть рабочего процесса. Своими мыслями или своими воспоминаниями о поездке на Русскальском Экспрессе обязательно оставляйте в комментариях к этому видео и подписывайтесь на канал, если вы еще не в нашей команде. С большим приветом из дождливой Карелии. До новых встреч, друзья-товарищи. КОНЕЦ КОНЕЦ